Так, я немножко записал, что я хотел вообще рассказать. Давайте сначала. В общем, в чём штука? Ну вот это вот я уже кое-что набросал вчера за вечер и даже за пару вечеров. Этот глич я где-то нагуглил и спёр, поэтому не спрашивайте меня, как конкретно он сделал. Но тем не менее, штука в чём? У меня есть Патреон. И на этом Патреоне у меня много постов. Я стараюсь писать каждую неделю какое-то письмо или пост. Иногда это просто, что у меня происходит. Иногда это... Сорян, горячая клавиша сработала. Иногда это то, что у меня происходит. Иногда это просто какой-то там мысли на тему. И штука в том, что так как я недавно подключил спонсорство на Ютубе, то спонсоры на Ютубе не имеют доступа к этому всему. Это первая причина. Во-вторых, редактор просто ужасный. То есть если мы зайдём в этот редактор этого Патреона, это просто кошмар какой-то. Что тут? Жесть. Нормально пост оформить нельзя. В-третьих, как бы нет нифига нормального поиска. И самое, что меня всегда напрягает в таких вещах, это то, что я свой контент доверяю непонятно какой платформе. То есть по факту мои посты находятся на Патреоне. Если Патреон по какой-либо причине решит меня забанить, то все эти посты просто пропадут. То есть это как бы вот такие вот штуки. И какую проблему я собирался решать? То есть как подключить спонсоров на Ютубе к тому же самому контенту? Первая проблема. Вторая проблема выдернуть свои посты. И можно было бы сделать на WordPress. То есть у меня конечно есть этот... Так, что тут я куда-то непонятно куда нажимаю. У меня конечно же есть сайт. Вот. Сайт на WordPress. И WordPress я ну как бы не очень люблю в этом плане. И я пробовал на самом деле сюда заводить сайты. И есть там плагин, который Патреон позволяет логинить в этот сайт. Но как-то оно не пошло. И постоянно Патреон теряет короче эту связь. Что-то жопа какая-то. В общем, я решил сделать немножко иначе. Я решил пойти по пути, как это сказать, gradual, постепенного улучшения. Первое, что я хотел бы сделать, я бы хотел просто эти все посты выдернуть. И это можно будет сделать. Но мы сегодня конечно не будем заниматься выдергиванием конкретно постов. То есть есть опиха, через которую я эти посты потом выдерну. Я хотел попробовать так называемый JamStack. То есть Jam это JavaScript. Что там? Не помню, как он конкретно расшифровывается. Ну в общем... А, JavaScript API Markup. То есть штука в том, что у тебя есть какая-то API, которая тебе дается скорее всего типа безголовой CMS. Безголовая CMS-ка это которая просто предоставляет API, не рендерит сама контент. А ты через это API дергаешь эти посты и где ты их рендеришь. Так вот, в качестве такой безголовой CMS-ки я буду использовать Host CMS. Мне очень нравится, как у них там. У них очень простой редактор. Она как бы такая очень минималистичная штука. Просто пишешь посты. Но использовать ее как CMS я не могу. Мог бы, наверное. Но штука в том, что там нельзя настроить такой доступ, как я хочу сделать. То есть мне же нужно проверить, кто у меня на Патреоне, кто у меня на Ютубе. Там дополнительные проверки есть. То есть мне нужно как-то вот эти две вещи сделать. Этого у этого хоста точно нет. И плюс ко всему я... То есть опять-таки не хотел бы замыкать себя на какую-то CMS-ку. Типа вот, например, WordPress. То есть я хотел бы, чтобы эта CMS-ка просто была для меня удобной штукой. Что писать посты. Писать посты и сразу же есть опиха. Потом эти как бы... С этой опихи я буду выдергивать посты и буду их публиковать. Вот и все. Рендерить. С помощью своего собственного движка, что ли. Вот. Twitch тоже залетел. Такие дела. Что у меня еще здесь написано? Да. Авторизация будет. Авторизацию через Patreon я уже почти сделал. Но я все равно вас проведу по коду. Там не так много кода. И так как у меня две системы авторизации. Мне нужно будет где-то хранить, не знаю, пользователей. Типа теоретически. И все мы знаем и любим Вастрика. У него есть Patreon. У него есть закрытый клуб. Вот. У этого Patreon. И в принципе я бы мог, конечно... Ну, это сайт этот опенсорсный. Лицензия Meet. Я мог бы, конечно, взять этот Django приложение. И использовать его в своих целях. Но я не хочу. Вот. Почему? Мне кажется, Django для моих целей немножко... Как сказать? Ну, это как из базуки по воробьям. Вот. К тому же, если я буду использовать Django, я не могу сделать, типа, Jamstack. И опять-таки Django, это значит, мне админку надо будет пилить самому. У меня не будет там хорошего редактора. Всего того, чего я хотел на самом деле получить. Но, несмотря на это, конечно, у Астрика я тут подсматриваю некоторые идеи, как он делал... Конкретно, как он делал коннект с Патреоном. Вот. За что ему большое спасибо, что он выложил это все в открытый доступ. На самом деле, оно у меня тоже в открытом доступе будет лежать. Вот мой этот коннектор. Поэтому можно будет посмотреть, что там есть. Что еще? Так вот. Типа, где хранить пользователей? В Астрика хранит пользователей, насколько я понял, он их прямо хранит в... Не знаю. Прямо в базе данных своего этого сайта. Вот. Я базу данных поднимать не хочу. Какие-то модели эти городить не хочу. Поэтому я решил, что, скорее всего, я буду... Буду делать через JWT. JWT это... JSON Web Token. Вот. Давайте сразу же... Где он? Вот. Расскажу для тех, кто не знает, что это такое. В общем, штука в чем. Когда-то давно-давно, когда был по большому счету только PHP, все любили хранить пользователя как-то в сессиях. И идентификатор сессии передавали пользователю, пользователь сохранял их в куки. И проблема с этим была в том, что если ты куки у пользователя украл, то ты, по сути, украл его сессию. И вот. То есть, как бы, не было никаких проверок безопасности. То есть, конечно, туда тоже можно добавить проверки безопасности, но тем не менее. Штука в том, что все вот эти вот данные сессии хранятся у тебя в базе данных в какой-то. И это, на самом деле, добавляет некоторых проблем. То есть, когда у тебя хранятся данные сессии в базе данных, то тебе нужно это как-то масштабировать. То есть, не то, чтобы мне надо было масштабировать, но тем не менее. Мы теоретически же говорим. Вот. И JSON Web Token очень клевая штука в том, что она позволяет хранить данные сессии твоих пользователей на стороне пользователей. И делает это безопасно. То есть, если даже если вы, как сказать, если вы украдете ку-ку, один фиг, да. Не важно. В общем, штука в том, что безопасно в том плане, что если пользователь и сам себе что-то здесь в payload подкрутит, то он все равно не получит ничего больше с вашего сайта, так как вся эта трихомудия подписывается ключом. Вот. И эта подпись хранится прямо там же. Вот. И, в принципе, я хочу использовать эту технологию для того, чтобы после того, как пользователь залогинился либо через Patreon, либо через YouTube, я буду просто отправлять ку-ку с этим JWT пользователю, в которой я буду хранить все, что мне надо. А надо мне, ну, имя, скорее всего, надо. Мне нужно знать, через какой сервис пользователь авторизовался и, наверное, какой-то там ID-шник. Вот. Получается, что база данных для хранения сессии мне не нужна будет. Вот. То есть, авторизация, по большому счету, мне тоже будет не нужна. Они будут, ну, я просто буду через OAuth пробрасывать их на сервис. Сервис будет их авторизовывать, говорить, да, это он. Будет возвращать мне их токен для доступа. Этот токен я буду запихивать туда же в этот JWT, подписывать его и упуливать обратно к ним в куки. Вот. Вот такие дела. Так. Чего я уже надел? Кое-что я уже надел. То есть, у меня здесь есть некоторое небольшое экспресс-приложение, которое я собрал по всяким туториалам в сети и чтению документации. Это приложение умеет делать несколько вещей. Вот. Сейчас расскажу, что оно умеет делать. То есть, оно умеет рендерить, ну, как бы проверять, есть ли у тебя вообще токен. То есть, вот она проверяет именно этот JWT токен. Если у тебя токена нет, то тебя редиректнут на логин. Вот. А логин это просто, ну, вот эта страничка, которую мы видели. Вот это вот. И где можно зайти через Patreon или YouTube. Тут есть, собственно, вот эта вот процедура. После того, как ты прилетаешь из редиректа с Patreon, пока у меня подключен только Patreon. И получается, что после того, как я авторизовал пользователя на Patreon, я могу использовать API Patreon для того, чтобы достать данные, которые мне нужны. А мне нужно понять, собственно, подписан ли на меня человек в Патреоне. То есть, чтобы не было так, что любой чувак, у которого есть аккаунт на Патреоне, мог зайти. Да, то есть, это дополнительная проверка. Первое, Патреон мне говорит, что да, этот чувак действительно есть на Патреоне. Второе, я проверяю, подписан на меня этот человек или нет. Вот. И после того, как где-то здесь будет проверка, то есть, проверки у меня еще нет. После того, как я убеждаюсь, что человек действительно подписан, то есть, я буду генерировать JWT-токен. Здесь, понятное дело, есть некоторые, как это называется-то, по-английски это называется Ambiguous. То есть, некоторая неоднозначность в том плане, что вот этот вот токен, это JWT-токен, а этот токен, это токен, короче, Патреона, OAuth-токен. И надо, наверное, их назвать, чтобы они, чтобы не было такой путаницы. Вот. И после того, как пользователь залогинился, я его перекидываю обратно на корень. И, собственно, на этом корне у меня где-то будет, наверное, вывод постов. Вывод постов очень простой. Я просто сделаю ключ, как сказать, приватный ключ такой есть для опихи холста. И, по сути, этот ключ где-то у меня будет храниться на моем сервере. И с помощью этого ключа я буду лазить в свою собственную опиху, чтобы, ну, никто больше другой не мог залезть в эту опиху, кроме меня. Если они вдруг узнают, как, как сказать, эндпойнты для этой опихи. Все довольно просто. Не знаю, мне кажется, все довольно стандартно. У меня здесь есть шаблончики на handlebars. Потому что, почему бы нет, вот, у меня здесь есть докер-файл небольшой. То есть, по большому счету, я это все храню, заворачиваю в докер. И буду, наверное, тоже это запускать из докера у себя уже на серваке. И штука в том, что у меня на серваке уже сколько сайтов, я не знаю. То есть, у меня уже это все выходит так немножко из-под контроля. И надо с этим что-то делать. Пока оно все вот так вот прямо рассыпухой. Все эти вордпрессы лежат прямо на сервере. Но мне не нравится это. К тому же, если я вот это вот, все вот это дело выложу дальше, то у меня получится, у меня будет вот это мое приложение. Оно написано на JavaScript. И еще будет на JavaScript host CMS. То есть, у меня добавится еще два JavaScript приложения. PHP у меня настроено через Nginx, через PHP и FPM модуль. Настраивать еще как-то дополнительно JavaScript через Nginx я не хочу. Соответственно, мне нужно как-то сделать эти, как сказать, в Nginx это называется бэкэнды, прокси. И, в общем, проксировать, короче, на докер из Nginx прямо трафик. И это уже будет как бы, я рассказываю, что вообще будет. Тут будет, скорее всего, как сказать, это будет уже серия таких видосов. Вот. Сейчас, секунду, у меня здесь что-то вы не видите. Вы не видите, какая музыка работает. Не то, чтобы это было важно. В общем, да, вот это вот. А. Опа. Я, скорее всего, буду настраивать какую-то платформу как сервис на своем серваке через докер, чтобы можно было запускать много разных контейнеров. Все, чтобы было контейнеризовано. В том числе два этих приложения и все WordPress и, скорее всего, вся база данных. И я еще не, ну, не решил, что это будет. То ли это будет просто какая-то типа платформа за сервис, типа flim или доку. Либо это просто будет тупо кубернетис кластер. И как-то прямо, прямо на него, на живую, скажем так, все эти диплойменты нафигачены с подами, которые будут работать. Как-то так. Вот. Так. Я надеюсь, что вы запаслись каким-нибудь чайком. Потому что я всегда им запасаюсь. Вот. Окей. Как-то я закрою. Так, давайте посмотрим, как оно все работает уже сейчас. То есть, уже сейчас у меня это все работает. Если я зайду сюда, то он меня выкидывает, потому что... Потому что куки я убил. Да. То есть, если я зайду в патреон. Вот, оно работает. Соответственно, вот у меня здесь есть токен. Который как раз таки зашифрован. Моим супер секретным ключом. Вот. И здесь уже будут какие-то посты выводиться. И сегодня, сейчас я на самом деле хотел бы подключить логин через YouTube, через Google. Посмотреть. Как оно это будет... Как оно это будет... Все работать. У меня, вы наверняка слышите, соседские дети орут на фоне. Ну, не обессудьте. Так. Окей. Мне нужно... И вот на самом деле интересно, могу ли я... Наверное, нет. Через... Оу-Алс. Это же патреоновский Оу-Алс. Да. Могу ли я вообще через него... Подключиться к Google. Потому что, по большому счету, у меня есть только мои ключи. И просто нужно правильно сформированный URL. А, ну вот, наверное, всякие вот эти апдейт токены. И вот это вот все может... Угу. Может быть другим. Теоретически, наверное, можно использовать какой-то... Просто у вас клиент. И для того, и для другого. Но так как мне все равно нужна API патреона. И все равно нужна API гугла. То... Имеет смысл использовать их конкретные библиотеки. Не знаю. Как-то так. Угу. Так. Да, у меня здесь уже докер хаб настроен на это все дело. Там уже будут билдиться эти докер имиджи. Но пока что они никуда не уходят дальше этого докер хаба. Так. Окей. Что там у меня есть? У меня есть там... А, на самом деле... Так вот, что-нибудь... А, да. Google Apis. Окей. А, не, наверное. Так. 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 А, не, наверное. О, уже полтинник есть. Угу. А, ну, потом API. 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 А, ну, API. А, ну, API. А, ну, API. по сути надо повторить все то же самое скопы мне надо будет youtube потому что мне нужно будет узнать как это называется мне нужно будет узнать айди канала человека еще так xs type это можно все убрать ст приятного об и а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это невозможно Так, google redirect url или так вот сделаем Предиректим его на localhost А как же я там написал? Так, сейчас я вам это показывать не могу Потому что там токены секретные Так, где там у меня эта консоль Google API консоль Так, сейчас проверю какой я редиректом сделал YouTube YouTube Credentials Так, web application А, OAuth, redirect, YouTube Окей Так И закрыть Чтобы оно случайно Не спалилось С этими живыми стримами это капец Можно Спалить какие-нибудь ключи И потом быть Очень весело Окей Вот это вот у меня должно быть как редирект Соответственно мне нужен OAuth, redirect, YouTube еще Route Куда мы будем прилетать После YouTube Так Давайте дальше OAuth клиент Generator of URL Окей Так Мне надо теперь это дело авторизовать А, окей Хм On tokens А, вот На retrieve access token Так Получается мы Выдадим Все верно Так Off set credentials Окей Штука в чем? Штука в том, что когда мы Грубо говоря до того Как к нам вернулся клиент Нам ничего не надо делать То есть мы просто делаем правильный URL Пользователь идет туда Вот И собственно получает этот код Назад Пользователь идет на страницу Google А в данном случае Авторизуется там Подтверждает, что да Он хочет поделиться этими данными Со мной С моим приложением Google ему выдает специальный код И этот код Он с этим кодом Человека перебрасывают на мой Подтвержденный редирект Вот И соответственно В этом редиректе Я должен этот код получить И с этим полученным кодом Я должен Получить уже токены То есть это такая Как сказать Многоходовочка Получается Это JavaScript Вот Причем без всяких Прибомбосов Безо всяких Бабелей Это просто Тот JavaScript Который поддерживается Нодой 12 Скорее всего Нода 12 Поддерживает даже Что-то более Современное Но я Так По старинке Окей Мне нужно понять Где конкретно Он этот код Передаст Скорее всего Он его Перекинет Да Вот Он его перекинет В query Параметры То есть Вот эта вот часть У меня Вся Все еще одинаковая На самом деле Возможно Здесь как-то Можно разделить Откуда он пришел Можно посмотреть Реферера То есть Посмотреть С какого домена Перешел человек Ко мне Уже Либо с Патреона Либо с Гугла И на основе этого Сделать Какие-то выводы И соответственно Вот эту вот Логику поменять То есть Возможно Мне не нужен Дополнительный Раут А мне нужно Просто Вот эти вот Вот эти довольно Большие кусочки Они будут другими Потому что Вместо Да господи Вместо Патреона У меня здесь будет Понятное дело Гугл То есть Гугл у меня будет Получать токены Потом Когда токены Получились Видите Я Что делаю Это просто Возможность Пробросить токен Правильно Дальше Да Мне То есть Этот токен Который я получил Мне нужно Его дальше Пробросить И соответственно Мне нужно Что-то получить От Патреона Касательно Подключившегося Человека Вот Точно так же Мне надо будет Сделать И с Гуглом Но так как Там будет Не Патреон А Гугл То соответственно Вот этот Весь кусок Данных Будет другой Так что Посмотрим Как можно будет Автооптимизировать Потом Так Он мне тут Говорит На самом деле Вот это Мне даже Не надо делать Я могу Здесь просто Так как У нас нормальные Промиссы Я могу Просто Сделать Ретерн И Оно Так Так Нет Вернее Вот так То есть Get Токен Ден Да Пока Судя по всему Get Токен Возвращает Он Возвращает Промисс Get Токен Респонса Get Токен Респонс Это у Меня Объектик Да Токенс И И Рес Да Соответственно Это объектик Из которого Мне надо Достать Токенс Да И соответственно Потом Мне нужно Сделать Set Credentials В мой Клиент Но не только Это После того Как я сделаю Set Credentials Мне надо Будет Залезть В YouTube Да API YouTube Получить ID Пользователя И после этого Мне нужно будет Сделать После этого Мне тоже Нужно будет Соответственно Сделать JWT И все Сохранить То же самое Теперь Посмотрим Как это Тут Делается Так Мне нужно Понять Как С помощью Этого Google Apis Работать С YouTube Вот оно Наверное Как-то так Должно быть Да Блогер Блогер В3 А у меня Там должен быть YouTube Google Apis Я еще Не использую Почему Потому что Я наверное Что-то там Скопировал Не оттуда Что-то А ясно Так Да Google Так Что дальше Google Блогер YouTube Это Google YouTube Там YouTube Есть Это Хорошо Да Вершин У меня То же самое Будет 3 Аутентификацию Мы здесь Должны были Установить То есть Это Должно Сработать Теперь Здесь Я должен Могу Наверное Сделать Не Subscriptions Мне Нужно Context Мне Здесь Нужно Сделать Как Это Сказать Identity Вот Мне Интересно Мне Оаус Вернет Эту Identity Или Мне Как-то Надо Ее Получить С Графами И Базами Данными Я Не Работал Я Знаю Что Есть Neo 4G С Стрим Останется Такие Стримы Оставляю Я Прячу Только Стримы С вопросом Ответом Под Под Спонсорство А Стримы Которые Несут Какую-то Такую Информационную Гром Нагрузку Я все-таки Верю Что мои Стримы Хоть Сколько-то Несут Информационную Нагрузку Несмотря На то Что я Просто Сижу И туплю Вот Делаю Какие-то Свои Дела На Стримах Программирую Свои Программы Но Тем не менее Эти Стримы Я Оставляю Вот Так Мне Сейчас Непонятно Что Мне Нужно Сделать С Ютубом Овервью То есть Мне Нужно Ченнелс Да Вот Как Б Нет У меня Такое Чувство Что Если Я Запрашиваю Скоуп С Ютубом То Он Мне Вернет Его Айдентити Тоже Либо Когда Да 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 Маст Сент Окей Да Все Да Да Активити Активити Мне Не Надо А А Ченнел Айди Нету Получается Можно получить Какие каналы Есть у Человека Я же Этого Как бы Не Просил А кто-то Задонатил Сорян Могу Прочитать Я не Слышал Виктор Спасибо За Поддержку Сейчас Зайдем На Donations Alert Если Там Что-то Было Я Мог Пропустить Что-то Donations Alert Ступит Раздуплился И Вот У нас Здесь Пример О Авторизации Видите Сколько У папы Каналов Много Каналов Так Ну Блин JavaScript С нуля Ребзя Спасибо за Донаты Давайте Так Я Не Смогу Ответить На Вопросы Либо Я Постараюсь На Эти Все Вопросы Ответить В конце Стрима Потому Что Если Я Сейчас Буду Отвечать На Эти Вопросы То К сожалению Не Получится Постримить Анонимус Давай Я Твой На Твой вопрос Попробую Ответить В конце В конце Стрима Окей Если Даже Ты Не Досидишь До Конца Стрима То Потом Посмотришь Запись Там Будет Ответ На Твой Вопрос Хорошо Все Это Не Не ругайтесь Пожалуйста Так Я Это Закрою И Открою Потом В конце Что Мне Нужно Сделать Мне Нужно Понять На самом деле Можно Уже Проверить Как Работает Вся Эта Связка И Чего Там Он Мне Возвращает Например Да То Есть Вот Здесь У Меня Будет Здесь Я Могу Сделать Консоль Лог Как Обычно Конечно Ж Типа Не Не Знаю YouTube И Мне Нужно После Этого Сделать Рез Давай Редирект На Корень Потому что Мы будем Считать А ну Давай так Давай пока Скопируем Вот эту Шарагу Всю Так Получится Что Блин Я Путаюсь Токены Токены У меня Здесь Есть И Здесь У меня Будет Так Токен А Что Там За Токен Какие Там Много Почему Их Много Креденшал Креденшал Что Там А Рефреш Токен А мне Нужен Экс Токен Экс Токен Мне Нужен Окей Давай Я Вот так Вот Сделаю Токен Это Будет Токен Экс Токен Тип YouTube И Штука В том Что После Того Как Человек У Меня За Как Сказать За Авторизуется Через YouTube Или Через Patreon Я Сохраню Это JWT Да К нему В куку JWT Токен Масло Масляное И Потом Я буду Проверять Только Свой Токен У него То Есть Мой Токен Уже Будет Подписан Моим Ключом И Мне Не Надо Будет Постоянно Его Бросать На YouTube Или На Patreon То Есть Я Смогу Сделать Какой То Период По Которому Я Доверяю Своему Токену Вот Его Можно Сделать Вплоть До Месяца Например Так Подписка Все равно Идет Минимум Месяц И Вот Так Можно Потом Сделать Refresh Токен Но Это Уже Совсем Другая История И Это Очень Удобно То Есть Человек Залогинился Через Какие-то Сторонние Системы Я Все Это Дело Сохранил И Причем Сохранил У человека Понять То есть Валидную Мне Подпихивают Куку Или Это Какой-то Фигня Какая-то И В чем Еще Прикол Этого JWT В том Что Это Очень Здорово Масштабируется Представьте Что У вас Есть Несколько Сервисов Несколько API И Есть У вас Один Авторизационный Сервис Один Авторизационный Сервис Лазит В базу Проверяет Пароли И Выписывает Эти JWT Токены На какой-то Другой Допустим Из Ваших Микросервисов То Там Вам Нужно Хранить Только Ключ Вот То То Вам Не Нужно Лазить В базу То Вам Базу Не Надо Масштабировать То Есть У вас Все Есть Локально И Там Хранилищем Сессии Так Скажем Вот Так YouTube Будет У меня Здесь YouTube И Потом Типа Пользователя Мы Сохраним Это Все У меня Node Moon Должен Было Пропотать Теперь Давай Сюда В Исходники Так Теперь Мне Надо Убить Ку-ку И Он Меня Перекинет На Логин И Теперь YouTube Membership У меня Вам Плохо Видно Но Внизу У меня Видно Что Он Пытается Перекинуть На Аккаунт Google Если Мы Сюда Пойдем Мы Увидим Что Вот Он Мне Предлагает Выбрать Вот Видите Он Мне Предлагает Выбрать YouTube Потому Что Я Попросил Как Скоуп Попросил Именно YouTube Вот Я Могу Зарегистрирую За Как Сказать Залогиниться Под Собой И Вот Он Говорит Что Да Это Приложение Не Подтверждено Потому Что Почему Оно Не Подтверждено Я Запросил Скоуп API YouTube А API YouTube Google Считает Как Сказать Небезопасным Что Ли То Есть Там Какие Личные Данные Вот Эти Все И Чтобы Это Заработало Мне Надо Мое Приложение Будет Верифицировать У Google Вот Но Пока Я Могу Тестировать Это Вот Таким Образом То есть Вот И Вот Он Говорит Что У Меня Хочет Делать Мое Приложение Оно Хочет Менеджить YouTube Аккаунт Менеджить YouTube Аккаунт Это По Большому Счету Видео Вот Это Странно Потому Что Я Не Собирался Вот Этого Делать Мне Мне Просто Нужно Узнать О Смотрите Мы Видите YouTube Так Окей Я Читаю Ваши Комментарии А Комментарии Почему-то Мало Или Или У меня Чат Завис А Нет Чат Не Завис Окей Вот То есть Теперь Что Мне Нужно Сделать Мне Нужно Мне Нужно Вот Здесь Понять Мне Нужно Здесь Как Я И Говорил Мне Нужно Залезть В YouTube Да Вот Получить Профиль Пользователя И Потом Только Сохранять Его В JWT Еще Один Такой Момент То есть Вот Это Как Сказать Мне Нужно Как То Узнать Подписан Человек На YouTube В Мембершип Или Нет И Это Можно Сделать Тоже Через API Но Google Эту API Не Раздает Просто Так Это Какая-то Новая API Видимо Они Чего-то Боятся И Чтобы Получить Эту API Нужно Отправить Заявочку И Google Рассмотрит И Даст Тебе Этот Доступ Туда Даст Короче Но Что Я Планирую Делать В Первое В Первое Время Я Планирую Просто Руками Синхронизировать Этот Список Потому Что В Принципе Список Подписчиков Платных Я Могу Получить Из Панели Управления Ютубом То есть Я Буду Просто Туда Заходить Время От Времени И Как-то Наверное Пока Эта Вся Верификация Проходит Буду Оттуда Это Сохранять В Какую-то Переменную В своем Приложении И Потом Просто Я Буду Получать ID Человека И Сравнивать С этой Переменной А потом Когда у Меня Уже Будет Нормальный Доступ К этому К этому Эндпойнту Мембершипс Тогда Я уже Смогу Сделать Да Надо Сделать Убить Ку-ку Интерфейс Вот Я Тоже Об этом Подумал Не То Чтобы Я Супер Знал Как Это Прямо Так Сделать По Сути Мне Нужен Можно Сделать Это Через Этот Типа Вот Так Вот Home Можно Здесь Сделать Ref Потом Logout Да Конечно Get Logout Это Да И Ладно Что Там Рез Рег Рез По Мому Там Пуки Да Не Помню Так Сейчас Я Залежу В этот Generate Токен Потому Что Он У Меня Сохраняет Да И Моя Кука Токен Мне Нужно Не Знаю Так Так А А Реквест Респресс Окей Я Короче Ребзя Я Это Express JS Это Никогда Не Было Моей Работой Вот Я Никогда На Express JS Не Писал Сайты За Деньги Вот Так Чтобы Сидеть И Писать Поэтому Я Могу Тупить Спасибо Что Помогаете Так Как Убить Ку В Экспресс Я Тоже Особо Не Знаю Предполагаю Что Если Ее Просто Очистить То Она Умрет А Мне Потом Надо Сделать Редирект Я Тупанул Окей Мне Не Не Надо Здесь Сделать Да Эй Окей Теперь У меня Есть Пустая Кука Что Как Вообще Ее Надо Удалить Удалить Давайте Посмотрим Как Это Делается Можно Да Можно Макс Эйч Сделать Например Да Или Экспайр Типа Заэкспайрить Ее Прямо Сейчас Давай Так Сделаем Токен У меня Она Называется Так Это Вот Я Отсюда Укроду Так Окей Давайте Зайдем Еще раз Через Патреон Мастпиостринг Так 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 Что-то Что-то Мне Он Наврал Экспайр Сын Странно Опшенс Макс Эйч Че Ему Не Нравится Он Говорит Что Нет То есть Его просто Нужно В число Дату Пере Это Преобразовать Да Все равно Не Хочешь А Опшен Экспайр Из Инвалид Окей Сериал Айз Ну Что-то Не Хочешь То Эм Генерейт Токен Ну Вот Жо Токен Да Что ты Что ты Мне Мозги Паришь А Окей Окей Все Убили По идее Так Что-то музыка Перестала Играть Так Ну окей Теперь мы можем логиниться И через патреум И через гугл Но не там Не там Мы не проверяем Валидность Этого логина То есть Реально Реально ли этот человек Подписан На меня Вот Можно ли пускать И соответственно Чтобы это сделать Я бы начал с гугла А Так, я это сделал read-only. Так, я это сделал. Разрешить вопросы чужого канала. Так. Так. Ага. Нет. Channel, 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 channel. channel.id. Хорошо. Хорошо. Так. Так. Subscribe button. Name. Auth. ApiKey. Part. Вот это может быть. UserInfoProfile. Так. Да. Вот это вот. И я на самом деле пробовал уже читать руководство. Так. У меня наверное кончилась музыка. Заново. Я редко читаю. Я вообще чат не читаю на твиче. Привет, твич. Так что я читаю этот твич чат, но не очень. Так вот смотри. Так вот сделаю. Вон видишь, у меня чаты торчат с краю. Но вы их просто не видите. Я часть своего экрана шарю. Так. Так. Окей. Мы опять здесь. Активитис. Captions. Banners. Channels. Channels. Sections. Guide. Categories. Languages. Regents. Members. Search. Subscriptions. Thumbnails. Videos. Это как эта шляпа. Окей. Давайте читать стек оверфлоу. YouTube Read Only. Это я запросил. Scope. Snippet. Channel List. И че, мне надо ли лист получать? By Channel ID. Да у меня нет Channel ID. Или My Channel надо сделать. Че там. Visit example or retrieve channel. Да. Угу. Наверное, вот это. Наверное, вот это. так майн тру окей экзекьют view ее youtube аккаунт окей 200, вот он ничего говорит Да, вот он айдишник Да, ну тут их куча Но окей, это не проблема, если у человека много каналов Мы просто проверяем все Если один из них подходит Мы используем его Ну, соответственно, да, скорее всего нам нужно Вот этот channels list Использовать, да Так, окей YouTube Channels Channels, да Resource channels А перекрест контекст Так, мне нужно mine установить в true Да Получается, вот здесь у меня будет так Mine true Наверное Да Сниппед, content details, statistics Мне это, наверное, все не надо Part Part One of more channel resource properties Статистика мне не нужна Мне, наверное, нужен только сниппед Или даже вообще мне Да, вот если я вот это вот так вот уберу Скажу, что мне нужен только сниппед You have invalid on visit required parameter Так, окей Content details А какой там Был required parameter Че-то ты гонишь Какой тут required Required только part Part это string Окей То есть здесь у меня надо что сделать Мне здесь нужно сделать part Да И здесь нужно сделать сниппед Да Сказать, что мне нужен Mine Но, скорее всего, оно так не работает Давайте в этот В API гугла зайдем Где там оно Аааа Вот оно Блогер Блогс Get А или channels Оно, наверное, еще вот так вот Потому что Да, конечно, лист А вот сейчас Во Парамс 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 А потом Options Окей Так, вот оно Будет работать Channels list Part Mine Так Блог 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 Парамс Блог Это не то, не много Что я бы хотел Можно попробовать Конечно Так, теперь Это мне даже на самом деле Не надо Мне же здесь надо сделать Ten Да То есть мне YouTube Чего-то там вернет И что он вернет? Он вернет Channel list response Да Channels Он мне вернет Получить IP пользователя Мне на самом деле Это не надо Пока Но вот этот Generate Токен должен быть здесь А channels Мы здесь попробуем Просто попринтовать Почему я не использую SyncAwait Не знаю Я как-то это Мне как-то больше С промисами нравится А SyncAwait Это вам надо Еще тройкей Что-то делать На каждое SyncAwait Так Давайте попробуем Вот эту шляпу Погонять Мне неудобно Читать SyncAwait Нет Это не то, что Это не декларативно Получается Это получается Типа как это Линейное Программирование Это не декларативно Ну По крайней мере Ну вот окей Ты у тебя Код в линию Типа Написан И в итоге Вместо того Чтобы всю цепочку Промисов Написать И потом Сделать один Catch Ты делаешь Этот try catch На каждом SyncAwait Ну Не знаю Я Я человек Старой закалки Так Давайте попробуем Разлогиниться Попробуем сюда И все Сломалось Unexpected Identifier Mine True Оно Наверное Должно Быть Что значит Unexpected Identifier А кто на это Ругнулся Причем Сам Ютуб О нем Знает К одному Ютуб Аккаунту Можно привязать Много Каналов Это будут Бренд Каналы Так называемые Вот Part Part знает Болин А что ему не нравится Ты думаешь Я Здесь Допустил Ошибку И Должно Быть Сниппед Ты Наверное Был Прав Unhavened Promise Rejection Daily Limit Чё Так Окей Давайте Сделаем Catch Не Не Понял Чё Какая-то фигня я же я а может быть я не авторизовался потому что 403 может быть вот этот вот aus client set credentials tokens она на самом деле aus а чего там может быть как aus tokens нет access токен нет aus client это у меня google окей что там нужно сет нет окей aus client что-то у него еще есть типа может опеки достать из него так давайте посмотрим как они здесь делают но они делают set credentials но это немножко другое вот они подключились blogs get блогер блогер это у них вот он йор и 5 вот этот вот и 5 а может быть его можно этот и 5 получить из а олс там же он есть этот и 5 до а он и чё давайте так где это было вот вот так перезагрузились нравится мне этот гличик так нет все равно ага так сейчас я временно выключу экран бум нет не надо ключ получать ютубе я же авторизую человека через уауф и соответственно через уауф я должен иметь возможность получить за этого человека сделать и 5 запрос и просто я видимо тут что-то не подключил он думает у меня здесь у меня здесь youtube data api3 может быть может быть может быть я его не авторизовал под этот api чтобы его использовать или а 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 У меня есть еще один API-кей, который где вот он используется у меня? Нигде, я так предполагаю. API-авторизация включена, иначе я бы... Так, вот один реквест, 100% ошибок, я смотрю. У меня есть... У меня включена эта data API. Странно. YouTube channels list, сделал один запрос, да. 100% ошибок, почему? Квота. Квота еще есть, credentials. Так. Сомнительная фигня. Хер его знает, стало быть, как говорится. Потому что я туда зашел, оно включено. Я вижу, что этот запрос прошел. 100% ошибок у него было. А почему он не хочет делать этот запрос? Хм. Set credentials. Это set credentials, она... А, асинхронная вроде нет. YouTube API подключен. Иначе я бы вообще бы не... Ну, я же логинюсь прямо через YouTube, а не через Google. Вот. Так. YouTube. Странно. 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 Что я еще могу попробовать? Вот на самом деле не manage Почему он говорит manage? View and manage Я никогда не запрашивал Manage я запрасывал Что-то здесь не то Я всегда запрашивал Read only Он мне пишет ту же самую бороду Пу-пу-пу Это какая-то ошибка Как будто он использует что-то другое Потому что я никогда не запрашивал Manage У меня запрошен Scope read only Вот с гугловыми API API у меня какие-то проблемы Постоянно Так У меня здесь один API Есть Который возможно Может мне его грохнуть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok А вот и сейчас Vai до конца Д one Еще с ним Это было бы И это было бы Ну и сейчас А вот это с половиной И даже с теми Субтитры создал DimaTorzok Так, я сейчас смотрю опять на Google консоль. Пробую понять, что тут, ничего ему тут не нравится. Два запроса делает. YouTube Data API V3. Причем с этим, со спредшитом все отлично там. Ну, у меня же этот вирус, как это, про вирус этот сайт, он же тоже через API данные подтягивает из спредшита. Так. У меня здесь, в чем я вижу проблему? У меня здесь есть один API ключ, который я вообще по большому счету не использую. У меня и этот API ключ, вообще на самом деле, он у меня, что он у меня хочет? Да, он у меня просит как раз таки тоже Data 3 API. Вот, YouTube Data 3 API. Я его не использую, я его хотел для чего-то использовать, но не стал. Мне, возможно, я думаю, его грохнуть надо. Потому что у меня для сайта с вирусом этого COVID-19, у меня там сервис аккаунт. Если я этот API ключ грохну. Теперь у меня есть этот Outh Client ID. Через этот Outh Client ID, через Consent Screen я получаю доступ только Read Only. Сейчас можно будет еще раз это посмотреть. Нашборд. Теперь он вообще не хочет. Ха-ха, может в этом и была проблема? Я грохнул лапе ключ. Теперь он вообще ничего не хочет делать. Так. Кажется, обезьяна что-то начала понимать. Посмотрим. Сейчас. Сейчас я создам новый API ключ. И этому API ключу дам только то, что надо. Create credentials. API key. Так. Эксперт. past different benefits. Продолжение следует... 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 Все просто создают новый проект... Да, но он у меня включен... Я могу его попробовать выключить и включить заново. Понимаешь, вот у людей он просто отваливается, перестает работать. Попробуем отключить. Так, да, логинится пользователь, но я-то хочу под этим пользователем дернуть данные-то с ютуба. Мне же надо не мои данные из ютуба получить, а данные пользователя из ютуба получить. И OAuth это такой же полноправный этот, как сказать, механика логина, так же, как и API-ключ. API-ключ, если бы у меня был просто сервер, сайт мой был. Может, я что-то не так понимаю. квота credentials. Так. Ничего страшного нет. смотри. Overview. Disable API. YouTube Data API V3. Оно включено. Вот. А я ее сейчас это, включил-выключил, как говорится. Смотри, видишь? YouTube Channel List. 8 запросов. 100% ошибки. То есть, это... я не знаю, в чем тут косяк. Я не знаю, в чем тут косяк. Так. Давайте так. Давайте так. Я открывал ссылку И я посмотрел, что там есть Но я это все делал, когда я выключал экран Ну И ни хрена там нет Включена Data 3 API И когда я делаю в консоли У меня Я же тоже логиню через OAuth Когда я играю-то в их консоли Все есть, вот он Alt Client ID Data API, все включено Давай попробуем С твоим API ключом Но мне кажется, это шляпа Возможно, оно заработает Но, блин, я уверен, что оно должно работать Без API ключа Так, сейчас я его скопирую Так Так Google API Так Потому что вот этот авторизация Ютуба Здесь, она поддерживает Как строку То есть это API ключ Так и O2 Этот OAuth To Client Я ему передаю Этот OAuth To Client Он почему-то мне Мозги делает Вот Вот я сделал API ключ Давай даже это Попробуем Все перезагрузить Там не написано, что надо включить API YouTube Data API Надо включить Он включен Так Buy Key expired Bad request Ну, там, говорят, 5 минут Надо подождать, чтобы он заработал У меня треугольник Потому что это Unrestricted API ключ Ты очень внимательный, бабуин Вот Но я туда уже посмотрел Спасибо, что стараешься помочь Сейчас будем пробовать Пока он не включит Потому что эти ключи Типа включаются До 5 минут Нет Надо ключик грохнуть Потому что Вы его Увидели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей Короче, это Я устал На сегодня Бороться с гуглом Я попробую И на следующей части стрима Расскажу В чем был косяк Я как-то так Боролся с гуглом Было Был у меня Один такой опыт Когда я пытался Сделать ОАУТ Этот, как его Авторизацию Но не через Веб Приложение А у Настольного приложения Я делал Электрон приложение И он мне упорно Не мог Он мне упорно Не присылал Рефреш токен Вот Не присылал И все И я У меня не получалось Авторизоваться Из настольного приложения Так Поэтому я говорю Когда у меня Плохая история В гугл аппе Это прям Да Так Теперь я обещал Зайти на Донейшн алерт И прочитать Что там было Если там Что-то было Еще А там Только один вопрос Был Про Изучать Джаваскрипт С нуля Кроме LearnJavaScript Ну блин Ну LearnJavaScript Это уже хороший сайт Для изучения Джаваскрипта Вот Опять-таки Для чего Ты изучаешь Джаваскрипт То есть Если ты уже Бэкэнд разработчик Наверное Стоит изучать Джаваскрипт Не просто Как сферический Вакуум Джаваскрипт А Применительно К Бэкэнду То есть Просто Начать Почитать Еще Как делать Бэкэнды На Джаваскрипте В том числе С помощью ExpressJS С которым Я мучился Сегодня Вот Что еще Есть Есть еще Есть еще Такой Как это Книга Называется You don't know JavaScript Вот ее Наверное Я бы Порекомендовал Почитать И Есть Есть Еще Один Такой Сайт Да Есть У меня Видос Есть Видос У меня 7 Надуманных Причин Не любить JavaScript Вот И там Сейчас я Короче Достану Этот Видос Этот сайт Там А 2 Али По-моему Называется Нет Сейчас И там Прямо Чувак В своем Блоге Рассказывает Как Про Всякие Подноготную JavaScript Это Очень Полезно Бывает Пух Да Короче Вот этот Вот сайт Сейчас Я его Покажу Вот этот Сайт Почитать Вот И И И вот Это Вот Почитать Это Бесплатная Книга Она На GitHub Находится И Все Мне кажется Все Никаких Проблем Больше Не будет Больше Донатов Не было Никому Ничего Не Обещал Вот В общем Я собирался Постримить Два часа Google Как обычно Немножко Подпортил Мои планы Вот Окей Чего мы Сделали За сегодня За сегодня Мы подключили Google Я рассказал Вам что Такое JWT Примерно Описал План Как это Все будет Работать Спрашивали Еще Что за Тема С Гличом Это Просто CSS Глич CSS Анимация Глича Я просто Загуглил CSS Глич Нашел Какой-то Сайт Выдернул Оттуда CSS Вставил Его к себе Он Заработал Вот Мне просто Хотелось Чтобы у меня Был такой Эффект Глича Хакеры Хакеры Вот Этот Закрытый Блог Для Спонсоров Для Патреона Он У меня Типа Называется SRC Типа Исходники Вот Я так Решил Что Почему бы Не сделать Глич Все Наверное Зафигачу Я Чего Да Починю я Эту фигню Настрою Проверку И Мембершип И Патреона Настрою И Наверное Уже Вернусь С подключением К Хоуст CMS API Вот Но Перед этим Конечно Расскажу В чем Был Косяк И Проведу Также По коду Что я Сделал Вот так Подписывайтесь На телеграм Канал Я туда Наверное Буду Публиковать Всякие Тоже По мере Того Что я Делаю Также Туда Публикую Ссылку На репозиторий Конечно Репозиторий Опенсорсный Прятать Там особо Нечего Вот Спасибо Что помогали Мне Спасибо Что Смотрели Как я Туплю И Бьюсь Головой В стену Как обычно Это бывает В программировании По крайней мере У меня А на сегодня У меня Все Спасибо Что смотрели Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует